Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность выступить на этой конференции, которая так же изящна, как и город. Какой подтип рака молочной железы не возьми, он оказывается гетерогенным, и чем глубже мы копаем, тем гетерогеннее он нам проявляется. Но все-таки тройной негативный рак молочной железы, он является самым гетерогенным подтипом из всех подтипов, включает множество нюансов, множество подтипов-подтипов с различным биологическим поведением, с различной чувствительностью к лекарственным препаратам. Осознавать-то мы это осознаем, но пока не очень понятно, что с этим делать в нашей повседневной клинической практике. Поэтому мы в какой-то степени вынуждены скользить по поверхности. Чарльз Перу в 2016 году как-то попытался упорядочить вот эту классификацию, сложную классификацию тройного негативного рака молочной железы, разделив на два подтипа, крупных, базальный и люминальный, с экспрессией андрогеновых рецепторов, и дальше уже все это упорядочил приближенно к нашей клинической практике. Разделил на подтипы в зависимости от чувствительности к химиотерапии и к другим препаратам, в том числе и к таргетным препаратам. А вот новая классификация, предложенная в этом году группой французских ученых. Она мне очень нравится. Всего три подтипа они выявили на основании изучения профиля экспрессии генов с помощью ДНК-чипов. Ну, апокринный – это тот же люминальный, базальный С2 у них получился, который характеризуется высокоагрессивными биологическими чертами и иммуносупрессивным окружением. И базальный С3 подтип, он как раз иммуногенный, такой иммунообогащенный. Мне кажется, вот такая классификация, она очень хорошо в будущем может инсталлироваться в клиническую практику. И, кстати, вот с этой классификацией увязываются наши уже накопленные знания о том, что опухоли, инфильтрирующие лимфоциты, тилсы так называемые, при тройном негативном раке молочной железы являются сильным прогностическим фактором для безрецидивной и общей выживаемости. Независимо от того, проводится неоадевантная химиотерапия, адевантная химиотерапия, высокое содержание тилс коррелирует с большей частотой патоморфологических ответов. Это было показано в объединенном анализе шести немецких исследований по неоадевантной химиотерапии. При высоком содержании патоморфоз отмечался в 50% наблюдений, против 30% при более низком содержании тилс в опухоли. И это транслировалось в увеличение безрецидивной и общей выживаемости. И, кроме того, есть работы, которые показывают, что увеличение уровня тилс после неоадевантной химиотерапии в резидуальной опухоли улучшает прогноз, коррелирует с увеличением безрецидивной выживаемости. Вернемся к неоадевантной химиотерапии. Мона Александровна блестяще про нее рассказала. Конкретно при тройном негативном раке молочной железы полный патоморфоз, то есть отсутствие инвазивного компонента в первичной опухоли и в лимфатических узлах после проведенной неоадевантной химиотерапии является сильным прогностическим фактором, ведет к увеличению бессобытийной выживаемости и коррелирует с общей выживаемостью, как это было показано в объединенном анализе 12 исследований по неоадевантной химиотерапии, которым проведен был Патрици Картозар. Поэтому основная цель, то, для чего мы проводим неоадевантную химиотерапию при тройном негативном раке молочной железы, это добиться полного патоморфоза. Каким способом? Естественно, проводя химиотерапию. Какой режим химиотерапии на сегодняшний момент считается стандартным? Естественно, все неоадевантные режимы, они пришли из-за деванта к нам. И вот такое крупное исследование, ЭКОК-1199, которое изучало различные режимы токсанов после четырех курсов АЦ в Адьюванте. На большой очень популяции пациенток, около пяти тысяч больных включено. И что было показано? То, что наиболее эффективным режимом в плане увеличения безрецидивной и общей выживаемости был еженедельный паклитоксел дозе 80 мг на метр квадрат на 12 введений или стандартный ДОТ-стоксел для всей популяции больных. При проведении подгруппового анализа для тройного негативного рака молочной железы было продемонстрировано явное и безоговорочное преимущество именно режима еженедельного паклитоксела над другими режимами. Было показано увеличение как безрецидивной, так и общей выживаемости. Поэтому оптимальным стандартным режимом как адевантной, так и неоадевантной химиотерапии тройного негативного рака молочной железы является режим 4АЦ и 12 еженедельных введений паклитоксела. Какова частота полных патоморфологических регрессий на фоне вот этой стандартной антрациклин-токсан, содержащей химиотерапии? Возвращаясь опять к объединенному анализу 12 исследований по неодевантной химиотерапии, и частота патоморфоза для тройного негативного рака молочной железы составляет 33,6%. Но немного, казалось бы, поскольку получается, что 2 трети больных сразу попадают в группу плохого прогноза. Можно ли этот показатель как-то увеличить, улучшить, может быть, за счет интенсификации режимов химиотерапии или за счет добавления каких-то других препаратов? Увеличивают ли частоту PCR доза уплотненные, так называемые, доз-денс режимы? На самом деле четкого ответа на этот вопрос нет. Вот было 6 исследований, которые попытались ответить на него, но, как вы видите, в них применялись старые достаточно режимы химиотерапии. И, в общем-то, таких чистых групп сравнения, где один режим проводился стандартными временными интервалами, другой такой же в доза уплотненном режиме, таких исследований есть два. В одном было продемонстрировано увеличение частоты патоморфоза, в другом нет. В остальных сравнивались различные дозовые режимы при различных, естественно, подтипах рака молочной железы, а вот таких одинаковых режимов, вот, их, в общем-то, набрать сложно. Но зато доза уплотненные режимы активно изучались в Адьюванте, и из отдельных исследований, и из их объединенных анализов известно, что доза уплотненная химиотерапия ведет к снижению риска смерти при тройном негативном раке молочной железы на 20%, а у пациенток молодых, находящихся в премии на паузе, снижает относительный риск смерти на 35%. И известный крупный метаанализ группой по изучению раннего рака молочной железы, который включил 26 рандомизированных исследований как НЕО, так и Адьювантной химиотерапии, продемонстрировал то, что доза уплотненные режимы снижают риск рецидива рака молочной железы на 16%, снижают риск смерти на 14%, без увеличения риска смерти от каких-либо других причин, независимо от рецепторного статуса, то есть как у больных с позитивными, так и отрицательными рецепторами. Так что теоретически при тройном негативном раке молочной железы в качестве НЕО-Адьюванта мы можем, скорее всего, должны применять дозу уплотненные режимы. Дальше переходим к вопросу, а поможет ли нам увеличить полный патоморфоз добавление каких-то других препаратов, в частности, добавление препаратов платины. Три исследования отвечали на этот вопрос. Одно из них 406.03. К стандартной химиотерапии, поклитоксел еженедельный и доза уплотненная 4 курса АЦ, добавлялся карбоплатин в режиме 1 раз в 3 недели. Кроме того, были рукава еще с бевоцезумабом, но, кстати, добавление бевоцезумаба в этом исследовании ничего не дало. А что показало добавление карбоплатина? Добавление карбоплатина к стандартной химиотерапии таксанами, антрациклинами и алкилирующими препаратами эти больные получали циклофосфан, что важно при тройном негативном раке молочной железы, привело к увеличению частоты полных патоморфологических регрессий с 41% до 54%, независимо от стадии. Следующее исследование третьей фазы – Brightness. В нем изучалась эффективность добавления и карбоплатина, и ингибитора партвилипориба также к стандартной неодевантной химиотерапии. Что получилось? Получилось, что добавление вилипориба и карбоплатина к химиотерапии антрациклиново-таксановой достоверно увеличивает частоту патоморфоза с 31% до 53%. Но вот этот выигрыш в патоморфозе, он целиком и полностью обусловлен именно карбоплатином, потому что разница между частотой PCR в группе карбоплатин-таксан-АЦ и карбоплатин-вилипориб-таксан-АЦ недостоверна и равняется примерно 53-57%. Причем это независимо от наличия или отсутствия мутации ген БРК. И еще одно исследование, ГЕПР-СИКСТА, вторая фаза. Нестандартную достаточно химиотерапию получали пациентки. Одномоментное назначение липосомального доксорубицина еженедельного, еженедельного поклитоксела и еженедельного карбоплатина. К тому же эти пациентки получали еще и бевоцезумаб. Но, конечно, исследование подвергалось критике, но она показала тоже, что и предыдущие исследования, то, что добавление карбоплатина к химиотерапии таксанами и антрациклинами также увеличивает ПСР во всей группе. Опять вот с этих стандартных цифр 30 с чем-то, 37% до 53%. Это касается пациенток без мутаций. А что касается пациенток с наличием герминальной БРСИ и мутацией, да, увеличение патоморфоза было на 11% абсолютная дельта составила, но оно было недостоверно. Возможно, это связано с тем, что было малое число больных, возможно, связано с чем-то другим. И в исследовании ГЕПРСИКС это был очень интересный поданализ. Но мы все хорошо знаем, что при наличии мутации опухоль чувствительна к ДНК повреждающим агентам. Так вот, при спорадическом тройном негативном раке молочной железы есть такое БРК-подобное состояние, связанное с дефицитом гомологичной рекомендации ДНК, HRD, тоже нарушение процесса в репарации. И это обусловливает чувствительность опухоли тоже к ДНК повреждающим агентам. Специальные есть тесты, которые способны это выявить. Они пока не валидны для клинического применения, но тестируются в исследованиях. Так вот, в ГЕПРСИКС-то в исследовании оказалось, что вот этот положительный HRD-статус выявлен почти у 70% пациенток. И он являлся независимым предиктором полного патоморфологического ответа, а добавление карбоплотина при положительном HRD-статусе приводило к увеличению числа патоморфологических регрессий с 33,9% до 63,5%, практически в два раза. Возвращаясь к гетерогенности тройного негативного рака молочной железы и чувствительности различных подтипов к различным препаратам, хочу показать одно исследование, испанское, в котором определяли как раз чувствительность различных подтипов при добавлении карбоплотина. И оказалось, что при базальном подтипе полный патоморфоз при включении в схемы карбоплотина составил 80% против 23% при других подтипах тройного негативного рака молочной железы. А что касается люминального LAR подтипа, он оказался самым химиорезистентным и самыми низкими цифрами патоморфоза – 14%. В принципе, это сопоставимо с данными по патоморфозу при люминальных гормонозависимых подтипах. Все-таки увеличивает ли добавление препаратов платины к стандартной неодеватной химиотерапии частоту полных патоморфологических ответов? Да, в принципе, увеличивает с цифр где-то с 30-40% позволяет перевалить этой цифре за 50%. Абсолютная разница где-то составляет от 13% до 26%. Особенно актуально это получается при положительном HRD статусе и при базальном подтипе. Транслируется ли это в увеличение безрецидивной общей выживаемости? Только в единственном исследовании была получена достоверная разница в трехлетней безрецидивной выживаемости. Дельта в 16% выигрыши в патоморфозе транслировалась в дельту в 10% в трехлетней выживаемости. Различия достоверны были. Но различия в общей выживаемости получились недостоверными. Результаты исследования Брайтнис ожидаются. В другом исследовании второй фазы выигрыша в безрецидивной выживаемости получено не было. Но нужно иметь в виду, что это два исследования второй фазы, и они не имели просто достаточной мощности для оценки выживаемости. Вот такой еще один вопрос. Нужны ли препараты платины при наличии герминальной мутации? Вроде бы ответ очевиден. Да, конечно, нужны. Они чувствительны к ДНК-повреждающим агентам. Известны работы, уже не новые, когда полный патоморфоз при монотерапии с исплатином достигал 61%. И плюс вот при БРК-подобном состоянии добавление карбоплатина в два раза повышает частоту патоморфологических ответов. Конечно, их нужно добавлять. Но на самом деле не все так просто. Дело в том, что вообще эти опухоли более чувствительны к химиотерапии. И на фоне даже стандартной энтероциклин-токсан, содержащей химиотерапии, частота полного патоморфоза достигает тех же 60-57%. И то, что я показывала в исследовании Гепарсикста, частота полного патоморфоза в группе с карбоплатином, она была выше, но недостоверно выше. И вот на сегодняшний момент ряд экспертов, в общем-то, не поддерживают добавление препаратов платины в Нео, в Адьюанте к стандартной энтероциклин-токсан, содержащей химиотерапии, поголагая, что ее и так более чем достаточно. Ну, нельзя сказать ни слова об иммунотерапии. Она активно исследуется в неодевантных режимах тройного негативного рака молочной железы. Способна ли она увеличить частоту патоморфоза? Отдаленные результаты. Уже прошло несколько исследований. Вот одно из них с пембролизумабом. Ну, это исследование первой Б-фазы. Это 60 пациенток, которые разбились на 6 когорт, разные токсаны, паклитоксел, напаклитоксел, разные режимы дозирования. Их и карбоплотина, разные режимы дозирования. В первую очередь, конечно, исследовалась переносимость, токсичность. Не буду на ней останавливаться. Но частота патоморфоза составила 60%. И она была самая высокая в группах, которые получали напаклитоксел и карбоплотин. И, естественно, бессобытийные общие выживаемости были выше при применении карбоплотина и при полном патоморфозе. И высокий уровень тилов и экспрессии PD-L1 также ассоциировалась с большей частотой достижения полного патоморфоза. Ну и все-таки теперь, как применить накопленные знания на практике? Какие пациентки нуждаются в интенсификации неоадевантной химиотерапии? С одной стороны, высокий уровень тилов – это хороший прогностический фактор, вероятность высокого достижения патоморфоза, высокий базальный фенотип – это обусловливает высокую чувствительность к препаратам платины, ларпотип – низкая чувствительность к химиотерапии. Еще ряд характеристик, которые говорят нам о том, что опухоль будет реагировать на платино-содержащие препараты. Низкий уровень тилов – худший прогноз, но есть работы, которые показывают, что увеличение уровня тил в ходе лечения улучшает этот прогноз у пациента. Кроме того, есть работы, в которых добавление препаратов платины может приводить к повышению, как раз способствует повышению уровня тил в резидуальной опухоли. Что нам делать? Ну вот, обращаясь опять вот к этой упрощенной классификации французских исследователей, это только мое мнение. Возможно, если взять вот эти три подтипа, да, самый агрессивный, базальный С2, возможно, это так, как гортобольных, которым нужно будет интенсифицировать лечение, да, проводить дозоинтенсивную химиотерапию и добавлять туда все, что только можно, и препараты платины, и, возможно, иммунотерапию. Базальный иммуногенный, возможно, здесь нужно будет делать упор на комбинацию именно с иммунотерапией. Нужны или нет препараты платины, нет ответа на это. Что касается люминального подтипа, наверное, тут вообще, может быть, нужно будет идти по другому пути и комбинировать химиотерапию с какими-то другими препаратами, поскольку при этом подтипе активированы совершенно другие сигнальные пути передачи сигнала. Но в настоящее время идут исследования третьей фазы по добавлению препаратов платины к неодевантной химиотерапии. Там будет оцениваться уже выживаемость, она заложена в качестве первичных точек. Влияние статуса HRD, базального фенотипа на эффект платины. Идут исследования, естественно, по комбинации иммунотерапии с неодевантной химиотерапией третьей фазы, ну и по применению ингибиторов ПАРП. Ну и на сегодняшний момент, как я говорю, мы опять-таки вынуждены скользить по поверхности. Программа минимум неодевантной программы тройного негативного рака молочной железы заключается в применении четырех курсов АЦ раз в три недели и 12 еженедельных введений по клетоксела. Программа максимум – это четыре дозы уплотненных курса АЦ и 12 еженедельных введений по клетоксела с карбоплотином. И вот эта схема, она, конечно, должна решаться индивидуально в зависимости от общего состояния пациентки и так далее. Собственно говоря, я все. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Анна Игоревна. Экспорту Сангарина становились на программе «Минимум». Они рекомендовали АЦ и 12 паклитокселов. Там вопрос, один вопрос. Ван Хвощин, один вопрос. Экспорту Сангарина, 19 остановились. Экспорту Сангарина, 19 остановились. У нас клинических рекомендаций на эту тему. Для себя, да, мы можем выделять базальный фенотип, чтобы думать о том, чтобы добавлять препараты платины. Мы можем выделять и пакринный под тип, ЛАР под тип, определяя рецепторы андрогенов, и думать о том, что можно как-то деэскалировать лечение. Но пока же данных таких четких нету, что конкретно этим больным нужно эскалировать лечение, конкретно этим не нужно. И нужно их так. Ну, базальный, ну, как вариант, да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Петр Владимирович Кривородчик. Сейчас, один вопрос, можно еще? Скажите, пожалуйста, какая тактика по проведению адювантной полихимиотерапии после достижения полного патоморфологического ответа при применении в невоадеванте плотнодозной химиотерапии с поклитокселом при местно распространенном триженегативном раке молочной железы? Тройном негативном, да? Именно тройном негативном. Наблюдение или решение вопроса о необходимости проведения лучевой терапии. Дополнительное лечение не требуется после подмаркновения. То есть лекарственно не показано? Нет, сначала... При проведении полной программы невоадевантной химиотерапии нет? Нет, сначала органно-сохраняющая операция, потом ночевает. Да, ну да, спирается, потом ночевает. Полный патоморфоз, значит, учитывается. А лекарственно не показано? Нет. Спасибо. Спасибо.